Ну, здравствуйте, дорогие мои подписчики группы Бруталика. Сергей Горохов, давнишний наш подписчик, спрашивает, в каком возрасте вы заболели нажиманием? Расскажите, с чего все началось? Смеркалось. Шоу 1985 год. В Псковской губернии мой дед Алексей, в честь которого меня назвали, подарил мне маленький складной ножик. Я с той поры отдельно отношусь к маленьким складным многолезвийным ножикам, к этому чуть позже. Ножик этот я успешно потерял, через два лета нашел, мне было уже восемь, я его очистил от ржавчины, и долгие годы это был мой любимый нож. Придя в школу, со второго-третьего класса все свободные бумажки, все свободные поля в тетрадях были исчерканы лезвиями, ручечками, шпагами. Рисовать я так и не научился до сих пор, но продолжаю рисовать ножи на каждой свободной бумажке в каждую свободную минуту. Не знаю, с чем это связано, возможно, психиатры мне когда-нибудь это объяснят. Моя нажимание началась в 85-м, с дедовского ножика. Вопрос про любимые ножи. Мой любимый вопрос. Любимых ножей у меня нет. Все ножи для меня любимые. Даже, скажем, перекормитное воспаление я это называю. Когда вокруг меня полки, на которых лежат ножи, и все их можно потискать, любимых становится невозможно выделить. При всем при том, разгреб личные завалы. Сегодня чистый стол, это редкость, это специально для того, чтобы хорошо разговаривать с вами по видео. Я пока разгребал, нашел свою рабочую, скажем так, коллекцию, свой хип-парад. Это 10 ножей, 5 фиксидов, 5 фолдеров, которые, наверное, костяк моей коллекции, вокруг них крутится все остальное. Несколько экземпляров у меня, конечно, осталось дома. Про них я когда-нибудь тоже расскажу. А сейчас могу вам показать вот эти вот 5 складней. Наша притча во языцах бенчмейт, гриптилиан. Когда-нибудь мы дойдем до того, что на бруталике появится бенч, но пока это невозможно. По той причине, что полностью чудовищные условия для торговли бенчмейтом в России. Цены на бенчмейт оптовые в России такие, что вот этот вот нож, который объективно должен стоить 4200-4300, для вас я вынужден покупать по цене больше. Для того, чтобы можно было продать грипп вам, он должен стоить у меня почти 6000. Я не считаю себя вправе настолько оборзеть, чтобы предлагать вам нож в полтора раза дороже, чем он реально стоит. Поэтому я купил себе свой сам БУ на барахолке одного из ножевых форумов и с удовольствием им пользуюсь. Нож хорош, но пока никак. Будем искать хороших поставщиков по бенчмейту. Спайдерка, эндуро, великая и ужасная. Люблю ее очень. Флетграунд, люблю спуски от обуха. Оранжевый, мой любимый цвет. Говорят, цвет депрессии. Видимо, оранжевый меня сильно вытаскивает. Если вы не в курсе, я сейчас снимаюсь на оранжевую камеру. Вокруг меня много оранжевых. Как вы заметили, оранжевый же у меня и... Ой! Оранжевый же у меня и Антарио Рад. Великая и ужасная крыса. Я ее люблю, всегда ей пользуюсь. Прекрасный нож, удобный. Оранжевые накладки были куплены отдельно, прикручены на этот нож. И были куплены тоже на барахолке, бэушные, после того, как человек умудрился этот нож каким-то образом поломать. У него эти накладки остались. Я не чураюсь вторички совершенно. Из всей этой коллекции, наверное, новыми были приобретены только эндуро и последний ножик, о котором будет отдельно. Это тоже бэушка, тоже вторички, парамиля. Натуральная парамиля, еще пятилетней давности выпуска. У которой был сломан сантиметр кончика. Я ее сам переточил. Сейчас успешно пользую. Хороший CPM30V. Ножик отличный, но пока официально не выпускается. Пауза в производстве. А рынок наводнен контрафактом, поэтому на бруталике парамиле нет. Как только спайдерка начнет выпускать заново парамиле в достаточном количестве, они окажутся и на бруталике тоже. С Эриком Глессером говорил дважды. И оба раза он говорил, вы знаете, у меня очень много времени на новые прототипы, я не готов сейчас заниматься старыми моделями, когда-нибудь мы снова их сделаем. Это ответ владельца фирмы, и тут против него не попрешь. Поэтому парамиль у нас пока нет, у вас пока нет, а у меня пока одна есть. Это ножик Кейс, видимо, так должно произноситься, я, честно говоря, не в курсе. Трехлезвийный. Замечательный ножик. Он мне очень напомнил тот самый дедовский нож, с которого все началось. Тот был чуть поменьше, лезвий было четыре, но это не важно. Здесь тоже много лезвий, все они без всяких отверток открывающих, это все режущие лезвия, все выточены в бритвенную заточку с вогнутой линзой. Очень неплохо режет, натуральная кость. Мне нравится этот нож тем, что он мне напоминает прадеда, и тем, что это первый нож, который я купил в Америке. Своими руками я купил его во время моего первого визита в Соединенные Штаты. Это как бы символ и моего сотрудничества с заокеанскими товарами тоже. Тяжелая история, но придется перейти к фикситам. Уберите детей и жен от экранов, будет не очень ласково. Только бы не уронить мою прелесть. Велком, други! Это мои кошмарики. Первые три это не широкого производства предметы, не общедоступные. Нижний вообще сделан в единственном экземпляре. А вот этот нож мне в свое время подарила моя супруга. Примерно через неделю после того, как я приобрел, получил в подарок этот нож, я и стал плотно заниматься торговлей ножами. Этот муром от спайдерка тоже для меня символ начала моей ножевой торговой карьеры. Верхний из этих ножей мой любимый Боря. это Борхантер от компании ColdSkill. Хорошая, страшная штуковина. Люблю просто повертеть его в руках. Рубил веточки, резал мясо. Ничего особенного больше им не делал. Штука интересная, большая, красивая и необычная. Люблю ворнклифы, а размер, знаете ли, внушает. Раз за разом ужасаюсь его внешнему виду. Люблю ворнклифы, причем в обоих размерах. В любых. Следующий нож это заказной Самсонов из Х12МФ. Это уменьшенная копия ножа Самсонова, медвежий кинжал Егора Самсонова и стулы с очень маленькой рукояткой специально под мою крохотную ладошку. Мне он как раз, а вам, если возьмете в руки, может оказаться очень маленьким. Всего 9 см рукояти. Хорошая ухватистая штука, стальная крестовина. Очень его люблю. Эплгейт Бут. Хороший трехгранный клинок. Люблю этот кинжал за историю, за форму, за ухватистость. Никогда не использовал ни по какому предназначению. Резал бумажки, открывал коробки. Штука хорошая, интересная. Не дай бог что, наверное, окажется первым в моей дорожной сумке. А это единственный кастом в моей коллекции. Был куплен тоже в Соединенных Штатах. Просто понравился форме. Маленький ворн, который для меня оказался тоже хоть и очень маленький, очень крохотный, тоже очень по руке. Штука забавная интересная тоже иногда носится на выход. Вот это мои любимые ножи, мой хит-парад. Если вспомню еще про какие-то, наверное, в следующих видео тоже про них вспомню. Егор Малюков, подписчик нашей группы, спрашивает, если в один прекрасный день исчезнут барьеры для продажи холодного оружия, какой нож в первую очередь попал бы на полки бруталики? Как я уже говорил, лучших, любимых ножей наверное, у меня не существует. Но я очень трепетно отношусь к компании Cold Steel и думаю, что первое, что бы случилось, это приехало бы 80% каталога Cold Steel. потому что Cold Steel на мое скромное мнение является собой образец идеального сочетания идеальной гармонии цены и качества. Тот же самый, не самый теплый Боря моя любимая железяка. Она он, наверное, все-таки или железяка, но это хороший нож, он очень интересен и в силу каких-то непонятных абсолютно причин в нашей стране является холодным оружием. Мне пришлось вот эту штуковину вписать в свой охотничий билет, чтобы эта штука оказалась у меня в руках легальной. Хороший нож. И если все-таки стены эти падут, то Cold Steel это будет первое в больших и любых возможных формах, что появилось бы на бруталике. Очень люблю их, очень люблю Лина Томпсона. Чем черт не шутит, может дядя Лин посмотрит и это видео, передам приветы ему. Лин, до встречи в Германии. Ну, или в США, как повезет. Илья Грещук, вопрос, пользуешься ли T-Lite 6? Я на примере вот этого ножика объяснял, что ладошка моя маленькая и мне по руке ножи с маленькой рукоятью. А вы меня спрашиваете, пользуюсь ли я складной саблей. Нет, не пользуюсь, ибо считаю, для моей лапы вот эту рельсу совершенно чрезмерной. Для меня это, простите за выражение, двуручник. Нож хороший, отличный, интересный, и знаю людей, которым даже пору по руке, но для меня реально слишком много. только . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...